По мнению экспертов, глава региона вёл спокойный и конструктивный диалог с обществом. В результате убедительная победа в Рио губернатора Александра Авдеева назначил лично президент России. По поручению Владимира Путина он возглавил регион 4 октября прошлого года. За это время Александру Авдееву удалось заручиться поддержкой жителей области. Александр Александрович Авдеев, выверенная программа, как у человека с опытом. И упирает Александр Александрович на работу с различными категориями, в том числе с молодёжью, что другие кандидаты, да и в целом не все политики на это хорошо настроены. На эффективность работы главы региона с подростками и студентами обратил внимание Максим Быстров. Председатель Молодёжной думы при областном парламенте отметил, активные молодые люди видят, что Александр Авдеев берётся за решение наиболее острых проблем в самых различных сферах. То, что он свои обещания исполняет, это очень, 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 я думаю, повысил процент средиактивной молодёжи. Это форум, который был проведён в Вязанесе. Это была конкретная просьба конкретного человека на публично-слушных, на депутатских, к которому, соответственно, дошло было зло, мероприятие было проведено. И сейчас молодёжь на самом деле видит эту работу. Для обеспечения открытости, честности и доступности выбора в регионе был создан штаб общественного наблюдения. В частности, активисты проверяли, доступны ли избирательные участки для людей с ограниченными возможностями здоровья и сами обучали общественных наблюдателей. Одним из серьёзных моментов в деятельности штаба – это была работа Центра общественного наблюдения за ходом избирательного процесса. Все сотрудники в режиме реального времени посредством системы видеонаблюдения могли следить за ходом процесса на избирательных участках, что тоже, разумеется, является показателем открытости избирательного процесса. Общественники отметили удобство трёхдневного формата проведения выборов. Он позволяет жителям области выбрать удобное время для голосования. Чтобы привлечь внимание к выбору молодёжь, эксперты предлагают использовать новые технологии. Что касается дистанционного электронного голосования, то я сторонник этой формы голосования. Я считаю, что достаточно серьёзно позволит увеличить явку этой формы голосования. Я думаю, что избирателям это будет интересно, в том числе и молодым избирателям. Члены общественной палаты отмечают, при Александре Авдееве Владимирская область вернула политическую управляемость. В ходе предвыборной кампании глава региона наладил механизм эффективной работы с федеральными ведомствами и органами власти, а также с муниципалитетами. Знание реальных проблем жителей позволило Александру Авдееву разработать программу развития Владимирской области. Игорь Липский, Татьяна Гордеева и Вячеслав Сноровкин.